Значит, мы сегодня говорим и о проблемах, и о возможностях инструментарий. Что же такое комплекс аналитической системы, которая позволяет нам анализировать социальные медиа и СМИ. Сегодня мы больше будем говорить про социальные медиа, но про СМИ тоже я чуть-чуть скажу в самом начале. Почему важно и социальные медиа и СМИ? Ну, потому что медиаполе сейчас единое. История начинает соцмедиа и подхватывает СМИ, история начинает со СМИ и развивается соцмедиа и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, сейчас категорически удобнее пользоваться одним инструментом, спрос именно на один инструмент очень большой. Поэтому мы такой возможность сейчас предоставили уже заниматься анализом не только онлайн-СМИ, что у нас было всегда, но и телеэфира, региональной прессы и другой печатной федеральной прессы в том числе. Итак, значит, если говорить про СМИ, то мы анализируем онлайн-СМИ, газеты, журналы, федеральное ТВ, региональный эфир тоже. Вот, расскажу как, если будет интересно, задавайте вопросы. Вот, радиоэфир в обязательном порядке. Ну, собственно говоря, сразу же скажу, не дожидаясь ваших вопросов, что федеральное ТВ мы, собственно, анализируем по расшифровке, которую они нам передают, а региональное ТВ мы анализируем и используем тот контент, который они выкладывают в Ютьюбе. Вот, поскольку мы занимаемся еще и анализом видео, выкладываем его на Ютьюбе. Радиоэфир часто бывает доступен в системах мониторинга, но это ситуация, когда контент радио не берется с сайта, а на сайт радиоэфиры выкладывают его совсем не быстро, не спешат. Поэтому мы выстраиваем мониторинг радиоэфиры таким образом, чтобы мы могли получать очень оперативно результаты этого мониторинга, потому что на радио очень часто бывают эксклюзивные новости, очень часто первоисточником удивляется радио. Это принципиально важный момент. Ну и сайты госорганов брендов очень важно. Сейчас, как вы понимаете, много информации публикуется именно там, именно эти ресурсы являются первоисточником. Для тех правил, которые мы сегодня с вами соблюдаем или нарушаем, или должны соблюдать, и так далее, и так далее. Поэтому это принципиально важно и для пиара, и для жара, и, собственно, для бренда в том числе, которые вынуждены каждый день менять свои правила игры в соответствии с тем, как это у нас сегодня предлагается делать в государстве. Так, что входит в понятие анализа СМИ? Ну, собственно говоря, есть такая ключевая метрика индекс медиаприсутствия. Она показывает нам с вами, насколько хорошо мы представлены в СМИ. Собственно говоря, это прозрачная формула в данном случае, она учитывается, которая учитывает, как вес самого издания, весом самого издания является прозрачно рассчитываемый индекс цитирующих социальных медиа. Если издания не цитируют социальных медиа, значит, собственно говоря, наоборот, неинтересно. Поэтому ее индекс цитирования маленький. Мы его считаем именно по интересу стороны народа. И публикуем эти индексы ежемесячно, они видны, понятны, прозрачны. Ну и второе, что оказывает влияние на индекс медиаприсутствия, это, конечно, роль, которую вас упоминают в материале. Ведущая роль эпизодическая или, значит, какая там у нас еще третья роль, не вторичная. В общем, три роли у нас. Ведущая, наверное, вторичная и, наверное, эпизодическая. Сейчас, может быть, с названиями что-то, мне кажется, я немножко путаю. Вот, соответственно, тональность сейчас уже гораздо лучше работает, чем когда-либо. Потому что мы переводим ее, в том числе, на нейросети, еще не по всем типам источников. Сейчас пока переведет только по отзывикам. В ближайшее время это будет по СМИ тоже. Соответственно, даже сарказм, который традиционно считается невозможно анализировать, вот он уже у нас в тестах есть анализируется довольно хорошо. Поэтому, видите, мы вас тоже порадуем. Конечно же, автоматический презентационный отчет – это круто. Уходящий по любой базе рассылок в любое нужное время, которое можно распечатать, сразу положить на стол в любом совещании. Очень важно, что нет лимитов сейчас. Мы не делаем лимитов ни на отчеты, ни на выверуски, ни на что. Это, в общем, та боль, с которой пиарщики, мониторщики живут 20 лет. Вот эту боль мы снимаем. Ну и, собственно говоря, мы дали мониторинг классических СМИ, о которых я говорил, то есть прессы, радио и ТВ, ровно в тех же тарифах, которые у вас у многих уже есть. Поэтому вам это ничего не стоит. Вам надо только не полениться создать отдельную тему по СМИ. И эту картинку вы будете видеть. Так, я стараюсь побыстрее через это пройти, чтобы побыстрее прийти к кейсу. Но это важная информация. Пожалуйста, обратите внимание. Ну, соцмедиа – это наша главная специализация. Здесь у нас все происходит лучше всех на рынке. Вот, соответственно, помимо классического мониторинга соцмедиа у нас идет еще автоматическое выявление аккаунтов в СМИ, в соцсетях. Это так называемая наведенная часть медиаполя. Очень важно его автоматически выявлять, поскольку охваты смешные уже в соцмедийных каналах зачастую превышают их охваты на первоисточники. Вот, и если вы не умеете это учтенять, вы не очень понимаете, это все пишут там люди, не люди, вот эти все метрики внимания, вовлеченности и так далее. Они кем генерятся? Людьми или медийными аккаунтами. Поэтому очень важно уметь их выделять, отдельно анализировать. Соответственно, и главный тренд – это, конечно, возможность анализа не только текстов, но и обязательно текста, встроенного в картинки. Это реклама, это мемы, это вбросы, это конфиденциальные документы. Сегодня как раз мы про это будем говорить. В общем, те документы, которые изначально не создавались для такого массового, как бы, тиражирования, но в итоге упряскаются в сеть. И если у вас есть возможность анализировать тексты на картинке на полном потоке, а пока качественным образом делаем это только мы, вот, то эта возможность вам очень пригодится. Видео-сторис, да, мультимедийный контент. Без этого никуда. Что нужно анализировать видео-сторис? Это значит анализировать текст, который вещает блогер, который вещает тиктокер. Ну, тиктокер мы еще не подключили, он сейчас в процессе подключения, но несут. Историс, который мы подключили, а через сторис сейчас очень много информации заходит. Поэтому, соответственно, возможность на лету в реал-тайме анализировать все виды наиболее часто используемых форматов продвижения или, наоборот, в вопросах и в негативных коммуникациях, это очень важно. Чекины карты, да, сейчас есть у нас прекрасные возможности, собственно говоря, делать анализ в разрезе географических объектов. Если у вас распределенная розничная сеть, если у вас транспортные объекты, любые, то как бы есть возможность анализировать в разрезе географии, геообъектов. Это очень важно, очень полезно. Идем дальше. Ну и в целом, да, как мы сказали, соцмедиа плюс СМИ, это индекс медиаприсутствия, это индекс соцмедиа, такие как, собственно говоря, объем внимания, это число упоминаний. Самый главный метрик это вовлеченность, который показывает объем обратной реакции на вашу коммуникацию, на вашу любую активность. Вот, или на того или иного автора, на топового блогера или, наоборот, на топового хейтера. Тогда она будет просто атактивнее со знаком минус, который, собственно говоря, получается в ходе сентимента анализа, если это анализ негативный, то у вас вовлеченность как бы со знаком минус, ваш бренд утопает в негативе. Реал-тайм аналитика, это очень важно. Классические отчетные системы, которые занимаются мониторингом СМИ, они нацелены именно на отчеты, удобные, неудобные, такие и всякие. Вот, мы за реал-тайм, все происходит очень быстро, поэтому у нас есть возможность работы непосредственно в интерфейсе реал-тайм. Любые временные срезы, соответственно, строятся одновременные реал-тайм-тренды. Вот, оповещение событий, это вообще, наверное, для пиарщика вообще ключевая вещь. События может настроено любое количество, может настроено практически по любым условиям, и вот такая коммуникационная матрица вас сохраняет лучше всего. Она оповещает вас о проблемах, о которых написали в семье, связанных с вами, оповещает, и это оповещение уходит, соответственно, пиарщик, он оповещает о том, что у вас происходит в соцсетях, и это оповещение уходит там, на СММ-команте и так далее. Если вы правильно строили коммуникационную матрицу, вы, в общем, защищены практически со всех сторон на 360 градусов. Вот, автоматический отчет, мы про них говорили, красивые, генерятся, по любому срезу делаются, по любому персональному фильтру, в который можно заложить вообще все, что угодно. Вот, и мобильные приложения, это самая большая фишка, собственно говоря, такой автоматический пиарщик или автоматический маркетолог у вас в руках, который всю рутинную работу взял на себя, и, собственно говоря, вам нужно только принимать решение, что делать с той информацией, которой он выдается, реагировать, не реагировать, менять рекламную кампанию, менять коммуникационное продвижение и так далее, и так далее. Так, что же вообще умеет делать аналитика социальных медиа для вашего бизнеса? Так, я не очень тараторю, не слишком быстро бегу, я просто хочу побыстрее все успеть. Скажите мне, пожалуйста, какие свои пожелания. Все норм, отлично, спасибо. Продолжаем. Что же аналитика социальных медиа может для вас сделать? Чем она вам вообще полезна? Мне гуд, я так люблю. Отлично, мы тоже очень любим. И вас тоже. Вот, так, аналитика социальных медиа вообще очень уникальный инструмент. Собственно говоря, если кто знаком с тем маркетинговым исследованиям, в мире основное направление развития маркетинговых исследований это уход от опросов, это уход к безопросным технологиям. У человека не надо спрашивать, не надо приглашать в темную комнату, выключать свет и шепотом наушках, значит, задавать какие-то интимные вопросы. Не надо этого делать, потому что совершенно нельзя, что он вам ответит. Ну, я, конечно, шучу, отвечают, все люди ответственные, но субъективизм этих ответов весьма высок. Эти ответы подразумевают, что вы задаете правильный вопрос, а вы можете, собственно, не знать, о чем спросить, поскольку проблема, может быть, вам вообще неизвестна, она есть. Вот, поэтому сейчас все исследования переходят на наблюдение за пользователями, не задавая вопросов, наблюдение за его поведение. Сейчас самый, собственно говоря, быстро развиваемый, успешный метод исследования это наблюдение, анализ мнений пользователей социальных медиа. Вот. Ну, есть еще всякие меры маркетинга, которые ничего не спрашивают, но тоже позволяют, например, тестировать рекламные ролики там и так далее. Но главный метод, конечно, это анализ социальных медиа. Вот. Я думаю, что вы прочитали, все здесь написано, да, оперативность исследования. Сейчас зачастую есть такое понятие разведывательных исследований, то есть программных гипотез или там первичных инсайтов, которые потом перепроверяются более тщательно. Их можно иногда получить за полчаса, иногда за час, иногда за два часа. Никаким другим способом неоподобно вы получить не можете. Доступны анализы ретроданок. Это еще огромная фишка. Вы не можете провести опрос, потому что было год назад. Ну, народ не вспомнит ничего. А в нашем случае у нас данные лежат, полные данные лежат с 2013 года. И очень часто к нам приходят именно за ретроданными годовыми, двугодовыми для того, чтобы понять динамики, как развивалась та или иная ситуация, какие были успешные рекламные компании, успешные, как менялись потребительские тренды и так далее, и так далее. Что же привело к той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Вот. Невысокая стоимость. Да, это, конечно же, фишка. Это не копейки и даже не рубли, но это очень эффективная и разумная стоимость. Широкие границы применимости. Да. Ну, здесь обычно все говорят о широких географических границ применимости. Это ситуация, когда вы можете анализировать мнение людей, находясь в одном месте, а люди живут в совершенно другом. Ну, там, вы можете смотреть, что сейчас происходит в Италии. Вот как они, бедные, сейчас живут. Я не к тому, что это надо делать, но это можно. Вот. Это очень важный момент. Значит, ограничения. Конечно же, ограничения существуют. Конечно же, есть то, что нам мешает жить. Боты, реклама, шум, настоящий аккаунт, эффективный и так далее. Ну, они стараются. Мы стараемся. И автоматика позволяет довольно много чего в этом смысле отсекать. И, собственно, наши старания, как они выражаются? Мы разрабатываем наборы таких машин, обученных классификаторов, которые из всего массива данных, которые вы получаете из себя анализа, в автомате умеют вычленять то, что вам не нужно. Например, это там. Данные, связанные с благотворительностью, или с ДТП, или еще с чем-то. Или, наоборот, данные, которые нужны. Эти данные, допустим, легко учленяются мнения, высказанные от первого лица, которые являются фактически советами от друга к другу. Это мнения самые ценные. Вы легко можете из всего массива увидеть сразу же, мгновенно, только их. И посмотреть, как на самом деле обстоит дело с вашими продуктами, услугами, брендами. Значит, да, все представлено неравномерно, но всегда можно сделать взвешивание. Вы понимаете, что взрослых пенсионеров там по-прежнему чуть меньше. Соответственно, вы это учитываете в коэффициентах и, опять же, видите, картину нормально. В соц. медиа говорят не обо всем. Это факт разбит. На самом деле, как неудивительно, мало табуированных тем для социальных медиа. В общем, народ не стесняется, что называется, говорит почти обо всем. Так, давайте пропустим, ускоримся. На примере Сбербанка скажу, что они для себя еще вот этот слайд еще двухлетней давности они на нашем мероприятии выступали. Мне сказали, ребята, мы очень довольны тем, как мы используем социальных медиа для первого служивочка это ВХТ, это трейдинг здорового бренда, это комплексное исследование, классическое, которое обычно делается опросными методами, но теперь без соц. медиа никуда, потому что соц. медиа объясняют результаты опросного метода, почему Верхбанк в каком-то месяце стал менее инновационным по мнению людей, почему с ним еще что-то произошло, каково было отношение к рекламе и так далее. Есть комплекс метрик, по которым строится бренд-трекинг, и они показывают в целом состояние дел у конкретной компании. Вот, в первую очередь соц. медиа помогает понять причины, по каким дрифу теряные метрики вверх, вниз проваливаются и так далее. Вот, НПСЦ сайт, да, соц. медиа используют для того, чтобы контролировать и следить за удовлетворенностью наших с вами клиентов. Раньше это тоже было исключительно опросные вещи, а теперь это тоже делается в соц. медиа. Индекс искренней лояльности, индекс удовлетворенности клиентов тоже можно считать. И это надо делать. Вот, Эдхоки, это разные роды Эдхоки, как правило, это разведка, имеется в виду разведывательные исследования для формирования тех или иных гипотез. Ну, например, классическое исследование UN Day, так называемая сегментация потребителей, исследование их предпочтений и привычек. То, без чего бессмысленно совершенно выводить новый продукт на рынок и в момент его вывода надо смотреть, что происходит. Вот, тренд-вочинг, да, это очень модная тема, не буду долго на ней останавливаться, но она, соответственно, социальных медиа путем синтеза технологических возможностей экспертного привлечения позволяет очень эффективно следить за трендами. Ну, кстати, допустим, мы сейчас в ежедневном режиме, если кто-то уже подписан или захочет подписаться, у нас есть в Телеграме канал, мы сейчас в ежедневном режиме публикуем тренд-слова, которые показывают, о чем мы с вами ежедневно думаем, что нас заботит сегодня, здесь, сейчас. это данные, которые получаются на полном потоке, это короткие тренды, что сегодня заволновало, это длинные, это средние, которые длятся и живут с нами несколько дней, долгие, которые задерживаются с нами дольше. Посмотрите, довольно интересно, и мы сейчас эту методику будем применять и для индустрии, для компаний, и для географических регионов в том числе. Маркет, модели, рыночные, собственно говоря, что делает Сбербанк, Сбербанк, да, наш Телеграм-канал, тоже, точно. Маша, спасибо большое. Вот, собственно говоря, сейчас матчатся часто данные социальных, анализы социальных медиа с данными о продажах и так далее, и эффективность рекламного и персонального предложения, которое делается в связи по результату этого матчинга, на Незагаре читаю. Да, 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 мы тоже там себя видим, спасибо, да, это так и есть. Вот, значит, и вот такие персонализированные рекламные предложения, которые строятся и на данных результатах продаж, и на данных анализов социальных медиа, вот, оказываются сейчас наиболее эффективны. Так, это я просто для затратки, что вам, может быть, будет интересно, либо вы уже имеете возможность, либо вы уже клиенты, тогда, может быть, что-то вы услышите для себя новенькое и зададите нам потом вопрос, кстати, у нас вчера был вебинар для клиентов два с половиной часа, очень подробный, с кейсами и с лайфхаками, если вы наш клиент, не пропускаете такие вебинары, вот, если вы еще не наш клиент, может быть, вас что-то заинтересует, вы захотите что-то узнать подробнее, придете на дем, мы обязательно вам покажем, расскажем, вот, если у вас просто общее интересно, потом это тоже классно, это важно знать, какие есть возможности, когда-нибудь они пригодятся. Итак, ну, у меня есть большой блог про то, сколько чего и как публикуют социальных медиа, поскольку мы публикуем разные трендовые исследования, я сейчас этого делать не буду, просто хочу сказать, что в качестве основы для всего, о чем мы говорим, основой являются, конечно, данные, вот, мы ежемесячно собираем, агрегируем более 90% всего соцмедийного потока, который есть, надо понимать, что соцмедиа, это не соцсети, это соцсети в обязательном порядке, но много-много других еще источников, конечно же, это карты, это форумы, это все сайты отзывов, это работные отзывики, и много-много еще чего, везде, где пользователь может оставить какое-либо свое мнение, написать что-либо от себя, это все является в социальных медиа, в том числе, комментарии под публикацией СМИ на самих сайтах СМИ, это тоже социальные медиа, социальные медиа, это наше с вами мнение, где бы они не были оставлены, поэтому 3 миллиарда, до 3 миллиарда сообщений сейчас идет поток ежемесячный, вот, ага, значит, да, вчера интересно было, вот, вот, правильно, точно было очень интересно, да, значит, сбился, возвращаюсь, соответственно, 40 тысяч источников у нас по СМИ, потому что мы в реальности пингуем и подключаем из онлайна только живые, но у нас сейчас уже огромное количество, как я и сказал, офлайн источников, федеральной прессы, региональной прессы, федерального телевидения, вот, и радиоэфер, поэтому, да, источники хорошие, СМИ со СМИ тоже надо работать, ну, архив у нас, да, тоже там большой, самый полный, идем дальше, да, ну, это модное слово инсайт, оно все чаще и чаще используется, кто-то от него уже устал, кто-то слышит первый раз, мы его тоже любим, мы считаем, что анализ соц.медиа уникален, в первую очередь, потому что действительно, вы отсюда можете узнать инсайты, о которых до этого не догадывались, и цикл получения этих инсайтов, здесь он гораздо более короткий, вы действительно можете гипотезу построить быстро, вы можете ее бросить в жизнь и быстро посмотреть, гипотеза оказалась верной или нет, быстро проверить, очень быстрый цикл, гораздо быстрее любых других способов, да, вот у нас наши аналитики называют это действенным инсайтом, и таким образом позиционируют возможности социальных, анализ социальных медиа. Так, аналитики социальных медиа в кризис, ну, она важна сейчас, как-то не смешно, для стратегии, в том числе, поскольку многие думают не только как выжить, но и как потом выходить из кризиса, но и для реагирования, конечно же, тоже. Собственно говоря, да, сейчас все меняется, ассортименты, каналы доставки, все-все-все-все-все меняется, вот, и здесь вы можете посмотреть, собственно, что вам попробовать сделать ставку, очень многие люди в такие моменты действительно отказываются от того, что давно уже не нужно, но все, не было времени как бы отказаться. Очень многие давно хотели попробовать доставку онлайн-продуктов, далеко не все этим раньше занимались, а сейчас занимаются все, в том числе, это превратилось в некую игру, но не очень смешно, конечно, когда не получается, в течение недели получить продукты, но осваивать новые сервисы, которые сейчас масса появилась, знаете, Delivery Club тоже анонсировал не только видованные продукты, там возник совсем недавно такой поставщик как Сбермаркет, очень много всего, пятерочка неожиданно сейчас доставляет быстрее всех, быстрее всех, кто закопался в своих недельных доставках. Очень много чего интересного происходит, главное понять, от чего люди хотят отказаться сейчас и что им можно вместо этого предложить. Сейчас, ну, это шаблонные фразы, что кризис это еще и масса возможностей, ну, понятно, что прежде всего это проблема, ну и возможности, конечно же, тоже. Вот, при этом силы привычки, от которой люди не готовы отказаться, они тоже жестко артикулируют, что у них, ребята, вот это вот нет, я все равно буду бегать, если вы меня не пускаете на улицу, значит, я буду бегать по ступенькам своего девятиэтажного дома и мы будем в подъезде вывешивать расписание, только не вместе собираться, а там каждый выходит и вписывает, что один по утрам, другой вписывает, чтобы не сталкиваться на лестнице, будем бегать, мы без этого не можем и не хотим, да, значит, не с вами то, что спортмастер, я коснусь, например, закрывает сейчас почти там все магазины, переходит исключительно онлайн, как и все остальные, вы себе не представили, что там творится с заказами, с доставкой, там люди бьются за то, чтобы получить домой гантельку или тренажер и заняться на конец делом, вот, потому что силы привычки такова, что в некоторых случаях вы не можете отказаться, что от нее, что запускает спортмастер, конечно, он запускает распродажу этого, я не знаю, как правильно, спортивного оборудования, то есть там тренажеры идут с огромной скидкой сейчас, понятно дело, да, вот, и народ закупается. Мода и любовь без стресса. Интересная штука, что, понятно, мы все знаем, что сейчас тренд на экологическое потребление, на зошь, на все остальное был силен и будучи запертыми в четверых стенах, для многих этот тренд остался очень важным, как мы сказали, в качестве своей привычки, на самом деле многие немножко устали уже от этой истории и поэтому есть спрос, собственно говоря, на такого, ну, не то, что на психологов, но есть спрос на какие-то совершенно другие слова, коммуникации, сервисы, которые не говорят постоянно тебе, что ты должен быть молодцом, которые тебе помогают какими-то другими словами пережить. Вот, ну, если говорить по простым, более простые вещи, собственно говоря, там, на этих реагирования, понятно, что, например, сейчас мониторят вот такие ситуации, да, ситуации очень понятные, с которыми сейчас каждый сталкивается, товар испорчен, нет наличия, производитель пропал из сети, нарушен срок годности и так далее, сократился объем упаковки, нет правильного ценника. Вот эти все вещи, которые сейчас заполонили, собственно говоря, социальные сети и эти те точки, негативные точки отработки, которые мы должны с вами, собственно говоря, отрабатывать для того, чтобы не только сократить лояльного клиента, но используя нынешнюю ситуацию, по возможности даже и расширить свое лояльное ядро. Так, добрались до небольшого кейса. Ксения, Владислав, я 10 минут еще и ухожу из эфира. Так, как обычно, вступление оказалось слишком длинным. реакционный кризис. Вот за свой счет и 0% публичной коммуникации. Ну, как все это выглядит глазами аналитических систем? Что имеется в виду? Имеется в виду, что ну, мы все знаем, сначала нерабочая неделя, сейчас нерабочий месяц за счет работы дателя. Вот. История, которая не до конца всем понятна. Вот. И, собственно говоря, мы хотим показать, что в реальности происходит. Ну, если вы там вчера-позавчера заходили на РБК, могли видеть материалы заголовком, 30% компаний не послушались рекомендации государства и отправляют сотрудников в неоплачиваемый пускай или увольняют. Вот. В общем, это серьезнейшая ситуация связанная с нашей с вами работой. Вот. И коммуниционный кейс касается и того, как государство себя ведет в этой ситуации. Ну, чуть-чуть успеем про это. Вот. Собственно говоря, как себя ведут компании, как это выписывает публичное поле и почему и почему по непонятным нам причинам, несмотря на бурное обсуждение этой ситуации в социальных сетях, никакой публичной коммуникации на эту тему со стороны компании, инициирующих такие сокращения увольнения, почти не происходит. Итак, значит, смотрите, я надеюсь, вам видно. Это настройка темы мониторинга. Вот в первом прямоугольнике красном показан поисковый запрос, что у нас там написано. Отпуск за свой счет, отпуск без сокращения, сокращение штата, увольнение по собственному, уволиться по собственному и так далее. То есть, это запрос не по бренду, не по компании, это по проблеме. Вот. Но самое главное, мы ищем только картинки, на которых эти слова встречаются. Мы берем не весь массив, мы ищем только картинки. Ну, во-первых, показываем, как работает эта функция, это очень важно. В данном случае это очень правильный подход. Почему? Потому что люди выкладывают документы, выкладывают собственные заявления, которые принуждают писать по собственному желанию, выкладывают различные приказы на эту тему для компаний. И таким постам, конечно же, гораздо больше доверия, потому что это доказательная база, конечно, там тоже всякое случается, но в целом да. И вот эта картина наиболее болезненно ощущается и видна ровно через такие визуальные доказательства. Вот. Они легко, к сожалению, находятся. Но, с одной стороны, к сожалению, с другой стороны, для брендов это возможность, собственно говоря, видеть, где и что и как обсуждается, приходить и объяснять людям, как оно происходит на самом деле. Ну, смотрите, там, первого числа Минтруд начал, в том числе в социальных сетях, в первую очередь, некую расследовательную компанию, это после так было объявлено, первый раз было объявлено о нерабочих днях, расследовательную компанию по поводу того, что работодатель не имеет права не отправить вас в примитивный отпуск, не перевести на какую-то другую ставку и так далее, и так далее. Ну, классический колокол, но, смотри, да, там, быстрый всплеск, они довольно хорошо поработали, сейчас мы покажем на следующих слайдах, было много публикаций, вот, но быстрое затухание, вот, почему, тоже немножко позже скажем, где Минтрут пытался разъяснять, да, кстати, вот, вы видели тему, как она была настроена, да, мы собрали массив данных по проблематике, все, что говорят об этой проблеме, да, вот эту динамику, если вы посмотрите, мы видим эту динамику исключительно по контенту, который генюл Минтрут, да, то есть у нас в системе есть теги, которые позволяют кластеризовать контент по совершенно разным способам, в данном случае было выделено несколько потоков внутри всей проблематики, один из потоков был связан с теми публикациями, которые инициировали Минтрут, и это по их публикациям такой, собственно говоря, такая динамика видна, да, выделяя этот же тег, этот же поток, можно посмотреть, на каких же источниках они прилагали свои усилия, свои разнесить, ну, в общем, они дальше в ВК никуда не пошли, что, в общем, не совсем правильно, и одноклассники, конечно, надо задействовать, в Facebook, Instagram, это как минимум, здесь была бурная активность, но только в ВК, только в ВК, ну, не совсем это правильно, далеко не до всех достучались, конечно же, ВК нельзя игнорировать, это главная социальная сеть, но все-таки, окей, где разошлась эта информация. Ребят, это скрины из интерфейса системы, это автоматические отчеты, которые вам по одному нажатию показывают картинку с разных сторон. Вот, в данном случае, например, это отчет по сообществу, то есть мы выбрали подпоток, связанный с Минтрудом из этой проблематики, и посмотрели, где данные и информационный поток, который берет начало в качестве первоисточника Минтруда, где же он распространялся, где его подхватили. Распространялся он в региональных официальных группах, очень хорошо пошел, видите, количество сообщений небольшое, аудитория там большая, а какое вовлеченное, большая, тема больная, обсуждается широко, вот, вовлечение правильное, точки присутствия выбраны правильно, собственно говоря, их можно и планировать с помощью нашей же системы. Вот, как выглядело это сообщение, вот так, собственно говоря, это опять же скрин из интерфейса системы, вот так это выглядело в соцсети, да, в нашей системе, которая, собственно, распознает, все здесь написано по ключевым словам, выводит распознанные суда, это, собственно говоря, превью этого материала в нашей аналитической системе, который показывает распознанный текст в том числе. Вот так все выглядело, не имею права, никогда никто вас не обидит, не лишит денег. Ну, звучало это все хорошо, конечно, вот, даже поначалу верилось, вот, но, как мы видели, колокол, вызванный распространением этой информации Минтрудом, быстро закончился, потому что нам объявили, что это уже не неделя, не две, а это месяц. И, в общем, вся та коммуникация, где фигурировала, неделя, она стала неактуальной, новую не запустили, потому что к этому моменту уже пришло понимание, что, в общем, бизнес не сможет прямую выполнить ровно те ожидания, которые были озвучены руководством страны. Вот, и, собственно говоря, вот эта позиция коммуникационной стороны государства, она заглохла, не была подхвачена, не развита никак, люди перестали в это верить, а вот другой поток внутри этой проблематики, связанный с советами консалтеров и обсуждением с HR, видите, да, это еще один подпоток, выделенный автоматическим тегом, вот, он до сих пор продолжается, это, значит, падение просто сегодня еще, не снимали, это утренние данные, вот, до сих пор продолжается, потому что людей это реально волнует, и государство пока непонятно, о чем говорить, а вот с консультантами все советуются. так, значит, внутри этой проблематики, которую мы выделили, да, за последнюю неделю, проблематики связаны с увольнениями, да, и с неоплачиваемыми отпусками, значит, ну, мы выделили несколько компаний, которые, опять же, путем автоматического тегирования, поток обсуждений из общей проблематики выделен по этим компаниям, смотреть, Шереметьево, мы все с вами понимаем, да, что Куршереметьево, РЖД, не смотри, то, что РЖД сильно больше, Шереметьево, но вот, резонирует оно чуть-чуть поменьше, аэропорт Симферополь, ну, конечно, меньше, но виден, понимаете, то есть, вроде бы, какая-то региональная история, а она волнует ли девочек серьезно, Павара-Сибая, кто-нибудь знает, город такой, вот, я, например, не знал, Башкортостан, вот, соответственно, тоже, ого-го, как звучит, соответственно, здесь перебивалось все, и крупные предприятия, бренды, и региональная история, в общем, это очень большая проблема, которая выявляется, вот, к сожалению, выявляется легко, но решается тяжело, ну, вот, видите, это пример, собственно говоря, поста, да, вот, как мы и говорили, вот, приводится скан документа, где может быть распознан текст, и, собственно говоря, найдено это упоминание, в том числе, таким образом, да, если вы это делать не умеете, вы это не найдете, что здесь пишут, да, идет вот, и это я, вот, вот это я взял прямо из текста письма, там они пишут, что сложная ситуация, ради того, чтобы сохранить высокий кадровый потенциал, мы должны, вот, перейти, принять решение, перейти на, ага, да, мне правильно напоминают, мы задержимся, конечно же, чуть-чуть подольше, никаких проблем с этим нет, но давайте действительно побежим дальше, осталось немножко, в общем, привезите такие же письма, пошли иметь его, люди выкладывают, видите, да, послушный аэрофлот, вы, конечно же, знаете, о таких группах, да, вот, Симферопольский аэропорт, это все тоже, это, вот это, скринные заявления по собственному желанию, без сохранения заработной платы, вот, ну, а это, люди пишут, до 31 августа, их просят написать, без сохранения заработной платы, повара школьных и дошкольных учреждений, ну, грустная история, вот, соответственно, но, давайте мы, видите, это, если брать, РЖД, то это обсуждается, вот, в очень таких, близких, людям, группах, собственно говоря, вы видите, какая, не только аудитория, но увлеченность, очень серьезная, то есть, задело всех за живое, а в Шереметьево, мы видим, что, нет, обсуждается, это не так живо, увлеченность, не такая высокая, вот, про объяснение этого сейчас, мы уже тогда говорить не будем, будем заканчивать, вот, потому что нас очень просят, да, и правильно делают, напоминаю, итак, мы показали, как это может выглядеть, эта история, как она развивается, как это выглядит в аналитической системе, собственно говоря, мы видим, что просто нарастает эволюционный кризис у этих компаний, вот, никакой поясняющей коммуникации мы не наблюдаем, но, в частности, я упоминал спортмастер, позавчера в Коммерсанте вышла публикация, что спортмастер закрывает магазины, увольняет сотрудников с МРОТом, то есть с одной заработной платой, вчера же спортмастер вышел, сам все пояснил, вот он отработал очень четко, очень быстро, закрывается не все, то, что остается только на бесконтактную доставку, значит, часть персонала переводится в логистику, в контакт-центре и, собственно, доставку, часть персонала, которые не могут сейчас предложить ничего нового, зарплаты не решают, решают в бонусной части, плюс к тому, что оставляют зарплаты, дают возможность трудоустроиться в пять продуктовых ритейл-сетей, о чем договорил с бизнес-бизнесом, офлайн-бизнес, договорил с онлайн-бизнес, который теперь может попытаться помочь офлайну, трудоустроим временно людей. Вот это пример очень хорошей коммуникации в очень сложной ситуации спортмастер. Я, например, не знал, сколько людей работаю, пока не прочитал, 22 тысячи человек, 430 магазинов. Серьезная проблема. Вот, ну, собственно, разъяснениями труда оказались не про жизнь, никаких других не последовало, государство сейчас тоже выглядит так себе. Вот, не только бренды, но и государство тоже. Вот, да, про спортмастер я сказал. Значит, соответственно, друзья, если у кого-то есть такие или другие горячие проблемы, в которых может помочь налить к соц.меди, приходите на демо-доступ. Мы постараемся именно по актуальным проблемам вам помочь с настройкой, показать, как это выглядит. Вот, если это не сейчас, а потом, будет для вас актуально, мы тоже очень рады. Главное, что вы что-то услышали, что-то запомнили и, надеюсь, вспомните об этом, когда у вас будет такая возможность. Все. Спасибо.